Здравствуйте! Сегодня нам бы хотелось рассказать об итогах третьего межрегионального православного молодежного литературного конкурса, который называется «Боложский благовест». В городе «Боложский» он проходит в третий раз. Рассказать о конкурсе хотелось бы мне, председателю молодежного отдела Симбирской епархии, и сегодня у нас также присутствует участница конкурса Наталья Алексеева. Как я уже сказал, конкурс проходит в третий раз. Начало он имел в 2021 году и был приурочен ко дню православной книги. Возник этот конкурс из дружеского взаимодействия Совета молодых литераторов Ульяновской области и Молодежного отдела Симбирской епархии. Дело в том, что наши организации общаются на протяжении всего существования друг друга. Мы проводим какие-то совместные мероприятия. И однажды в разговоре с председателем Совета молодых литераторов Александром Дашко мы выяснили, что неплохо было бы в Приволжском федеральном округе провести такой межрегиональный конкурс на православную тематику. Мы стали искать информацию, есть ли подобные конкурсы, если есть, то как они проходят. Сильно много информации, честно говоря, мы не нашли, и поэтому решили попробовать провести такой конкурс еще первый раз в 2021 году. Конкурс проходил с 1 февраля по 1 марта, и было достаточно много работ на наше удивление и на нашу радость. Эти работы были очень хорошими, качественными, и подведение итогов состоялось в день православной книги в православном молодежном центре при Кафедральном Спасово-Днесенском соборе. В дальнейшем уже на второй год мы проводили по аналогичной схеме этот конкурс. Подведение итогов прошло в торжественном зале дворца книги Ульяновской области, Ульяновской областной научной библиотеки. И в третий год уже подряд мы проводим этот конкурс. И в этом году было некоторое небольшое изменение, поскольку ко дню православной книги прошло епархиальное большое масштабное мероприятие, книжная выставка, ярмарка «Радость слова». Мы решили, что приурочим этот конкурс уже к светлой седмице. Это первая неделя после Пасхи. Подведение итогов прошло также в торжественном зале дворца книги. Оно было достаточно масштабным, достаточно интересным, учитывая еще то, что участвовали на подведении итогов хоровые коллективы города Ульяновска в рамках проекта «Ульяновская молодежная филармония». Они стали настоящим украшением этого вечера. Хочется сказать о членах жюри конкурса. Это шесть человек. Три человека – представители Симбирской епархии, и три человека – это представители Союза писателей России, члены Совета молодых литераторов Ульяновской области. Их имена хорошо известны. Это Александр Ташко, молодежный министр культуры Ульяновской области, Мария Богдан, замечательная поэтесса, и Алина Осокина, замечательный прозаик. Со стороны Симбирской епархии – это священники, руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии – отец Владимир Маняков, также член епархиального отдела религиозного образования и катехизации – отец Игорь Казачков. И я также состою в членах жюри этого конкурса. Подводить итоги всегда волнительно, интересно. Между жюри не всегда бывает такое единодушие, потому что работы достаточно представлены разные, достаточно интересные, и хочется оценить каждого на самом деле. Но приходится выбирать, что называется лучших из лучших. Не всегда это просто, и поэтому бывает иногда со стороны участников что-то такое слышится, что там кому-то что-то подсудили, поджурили. Поверьте, что это не так, что это достаточно трудные, всегда тяжелые решения, и на членах жюри огромная ответственность. Помимо членов жюри хочется сказать, конечно же, и об участниках, и о том вообще, по каким номинациям проходит этот конкурс. Есть четыре номинации. Конечно же, это поэзия, причем поэзия не обязательно и не только на православную тематику, приветствуется также любовная лирика, философская тема, можно написать стихи о природе. Главное, чтобы не было ничего в разрез с нравственно-ценностными нашими ориентирами. Следующая номинация – это проза, она аналогична поэзии, и здесь мы также не ограничиваем авторов в том материале, который они присылают. Еще одна номинация – травелок. Здесь, я думаю, нужно вам пояснение, потому что термин такой несколько необычный. Это красивая фотография святого места с не менее красивым, как полагается, описанием. Где это место находится, когда его сфотографировали, при каких обстоятельствах, его история. Всегда пользуется эта номинация также большим успехом. Четвертая номинация, она у нас меняется. Первый год это было эссе, второй год, соответственно, авторская песня, но мы поняли, что авторскую песню несколько сложно оценивать по разным критериям, и поэтому в этом году мы вновь вернулись к формату эссе, и сегодня особенно актуально мы посвятили теме подвига. В этом году поступило порядка 20 работ, даже чуть более 20 работ из разных регионов Приволжского федерального округа и не только. Это Ульяновская область, Нижегородская область, Республика Мариел, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, и вот так или иначе конкурс у нас уже стремится выйти за рамки Приволжского федерального округа всячески. Если в первый год это был город Астрахань, и мы решили, что Астрахань находится на Волге, поэтому вполне допустимо, что участник допускается к нашему конкурсу, его работа допускается к рассмотрению. То на следующий год уже была прислана работа из города Санкт-Петербурга, нас это несколько удивило, но решением коллегиальным членом жюри мы приняли решение, что эту работу мы тоже оставляем. В этом году было прислано уже две работы из Москвы и из Барнаула, и снова мы приняли решение, что конкурс таки просится на расширение, и поэтому мы оставили эти работы. Более того, участники, приславшие из этих городов работы на конкурс, они вошли в число победителей. Хочется сказать отдельно о каждой номинации. Дело в том, что все, что было прислано в этом году, было достаточно крепким, достаточно хорошим и интересным материалом. Было интересно все это смотреть, читать, знакомиться с работами, которые пришли на конкурс. И здесь мне хотелось бы, конечно, выделить человека, который занял первое место в номинации «Поэзия». Сегодня он тоже расскажет о себе и представит свое творчество. Это Артем Прошин. Артем Прошин стал настоящим открытием для литературной общественности города, и он занял первые места как в конкурсе «Волжский благовест», так и в конкурсе «Первая роса», который тоже известен, областной хороший литературный конкурс. Остальные участники в номинации «Поэзия», насколько я помню, это как раз-таки представители города Барнаула и Москвы Александр Хохлов и Сергей Собакин. У них тоже замечательная поэзия. Мы тоже с большим удовольствием прочитали и оценили эти стихи. Что касается номинации «Прозы», то нет здесь победителей из города Ульяновска. Что интересно, первое и второе место заняли участники из города Уфы. Это Мариана Давлетова и Виктор Усков. И третье место занял участник из города Саранска Сергей Зеткин. В номинации «Иной жанр» или эссе, посвященной теме подвига, как я уже говорил, мы выделили одну работу и только одно место. Его заняла участница по имени Юлия Дмитренко. Юля пишет замечательные стихи, она принимала участие и в прошлом году в конкурсе «Волжский благовест». Вот что интересно и важно тоже сказать, есть участники новые и есть участники, которые ежегодно уже принимают участие в этом конкурсе. Вот Юля как раз из таких участников. Она принимала участие в номинации «Поэзия», заняла третье место, а в этом году она уже занимает первое место в номинации «Иссе». И, наконец, четвертая номинация – это номинация «Травелок». То есть, как мы помним, это фотография с небольшим красивым описанием. И здесь тоже были для нас интересные особенности. Во-первых, все три места заняли участники из Ульяновска, во-вторых, двое из них уже принимали участие в прошлом году. И, что интересно, тоже они оба, независимо друг от друга, поднялись на одну позицию выше, чем в прошлом году. И почетное третье место у нас заняла Наталья Алексеева, замечательная девушка, представитель движения «Симбирская православная молодежь», «Сестричество милосердия». Сколько я знаю и помню, Наташа, у нее всегда в руках был фотоаппарат, и хотелось бы Наташе дать слово, чтобы она немножечко рассказала о себе, о своей работе, как она ее прислала на конкурс и что тебя побудило это сделать. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что нахожусь здесь, на литературной передаче, литературной гостиной. Для меня была приятная, неожиданная новость узнать, что я заняла призовое место в межрегиональном молодежном православном творческом конкурсе «Ворский благовест». В данном конкурсе я участвовала второй раз. В прошлом году подавала заявку и, к сожалению, может даже, к счастью, не заняла ни одно место. Я не расстроилась. Так как моя любовь к фотоискусству безгранична, я решила попробовать еще раз. В этом году, можно сказать, я буквально успела прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, отправив заявку в ночь крайнего дня подачи работ. Фотоискусство для меня – это самое любимое хобби, и муж мой это только поощряет. Именно в тот день мы решили поехать просто за город, пофотографировать красоты природы, и вдруг вспомнилось, что хотели посмотреть старинные храмы, сел и деревень. Открыли карту, и оказалось, неподалеку храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери в селе Старая Никулино. По дороге туда я нашла информацию, что церковь в 1660 году была сначала деревянной в честь иконы Казанской иконы Божьей Матери. Однако она сгорела, и долгое время была только часовня. Позже начали строить новый храм, но уже в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Возникает вопрос, почему? Первое событие – это явление чудотворной иконы произошло в источнике в соседней деревне Дубенки, где впоследствии был поставлен источник. Когда был построен храм в селе Старая Никулино, то один из пределов был назван в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Второе событие – это победа России в Отечественной войне в 1812 году над Наполеоном. И вот, значит, мы подъехали к храму. И первое, что привлекло внимание, это то, что архитектура здания, она сама по себе округленная и с любой стороны выглядит одинаково. Это очень удивительно. Такой прекрасный храм я видела впервые. Мне хотелось зайти внутрь. Перед входом я, как обычно, перекрестилась, надела капюшон. С первых шагов было такое ощущение, как будто перемещаешься в прошлое. И я фотографировала буквально все, что мне попадалось на пути. Мне захотелось запомнить эти моменты и передать через фото другим людям. Благодать церкви, она была настолько рядом, настолько ее было много повсюду, что я начала петь молитву. Акустика была прекрасна, и даже прилетели голуби. Один из них приземлился именно в том месте, где была частично сохранена икона. Как раз я эту фотографию отправила на конкурс. Фото я сделала с улыбкой на лице и с радостью. Не хотелось никуда даже уходить. Мой взор, он абсолютно замечал все в этом храме внутри. Я фотографировала, и не хотелось уходить. Мы с мужем стояли, смотрели вокруг, и очень было прекрасно. На сегодняшний день храм, к сожалению, он находится в нерабочем состоянии. Я немного расскажу про свое хобби. Фотоискусством я начала заниматься еще в школе после долгожданной покупки фотоаппарата. Делала снимки для себя, и это приносило радость. Учась в колледже и становясь участницей Симбирско-православного молодежного движения я попробовала себя фотографом-волонтером и в других городах. Моими снимками интересовались более профессиональные фотографы, чем я, и даже выкладывали на официальном московском православном сайте с авторством. Мне близка такая цитата, которую, наверное, все фотографы знают. Фото делает не фотоаппарат, а фотограф. Люди, природы, моменты, и особенно храмы, это всегда привлекало мое внимание. Старинная архитектура, сохраненные мозаики или написанные иконы, а также благодать, исходящая от них. Мне нравится это запечатлевать и рассказывать через фото другим. Спасибо, Наташа. Замечательные работы, действительно очень хорошие фотографии. Спасибо тебе за участие в конкурсе. И будем надеяться, что в ближайшее время тоже будет вдохновение, будут новые снимки. А может быть, ты попробуешь себя и в других номинациях, в стихах, или в прозе, или, может быть, напишешь красивое, хорошее эссе исследования. Мы будем с удовольствием ждать твоей новой работы. И спасибо тебе за интересный рассказ. Мне хотелось бы также еще сказать о двух участниках, которых мы отметили отдельно. Они не вошли в число победителей, но их работы были достаточно интересными. Вот если говорить о травеологии, о фотографии, то это работа Марины Фахрудиновой, которая сняла замечательное место, известное, мне кажется, не только в Ульяновской области, но и за ее пределами тоже. Это Никольская гора в рабочем поселке Сурское. Замечательное святое место, куда приходит множество паломников. По преданию есть такая информация, что когда было нашествие иноплеменных врагов, вот именно на Никольской горе было явление Николая Угодника и Георгия Победоносца святых. И вот это вот явление остановило неприятеля. И Сурский острог таким образом был защищен при помощи святого заступничества. И вот именно как раз на фотографиях запечатлены часовня на Никольской горе и красивые виды. Другая работа, которую мне бы тоже хотелось выделить уже в номинации проза, это работа Ксении Хайсановой, являющейся тоже участницей движения «Симбирская православная молодежь». У Ксюши очень необычный слог, мне он местами напоминает Ивана Шмелева. Это очень живой, образный, насыщенный язык. И само произведение, которое она представила на конкурс, тоже достаточно необычно. В период Великого Поста она просто описывала, как проходят ее дни, что получилось делать, что не получилось делать, как вообще держится пост в этом году. И такой дневник, такие записи, которые интересно читать не только одному человеку, самому автору, но и окружающим, мне кажется, тоже представляет большой интерес и достойны также были поощрения. Но по поводу поощрения тоже хочется сказать отдельно о призах и подарках, которые получают участники конкурса. Это книжные подарки, естественно, это грамоты. Но самое главное – это дорога в поэзию, потому что у кого-то уже были публикации, у кого-то они становятся первыми. Публикации в литературном журнале «Симбирск». Мы благодарим сердечно главного редактора журнала «Симбирск» Елену Викторовну Кувшиннику за то, что она идет навстречу молодым авторам и при помощи журнала также поддерживает наш конкурс. Еще хочется сказать, что информация о конкурсе, она уже выходит за пределы тоже и Приволжского округа и становится этот конкурс достаточно известным. Вот даже приведу пример, если в прошлом году мне приходилось делать какие-то специальные рассылки, информировать людей о том, что есть такой конкурс, что принимайте участие. В этом году уже такого не было. То есть рекламы было минимум. Мы просто сделали основные посты об этом конкурсе в социальных сетях наших групп, Советы молодых литераторов, Движение «Симбирская православная молодежь», и участники уже как-то сами стали находить вот эту информацию, сами стали присылать работы, и здесь что-то специально не приходилось делать. О конкурсе также я рассказывал и представлял его на разных площадках. Первое мне хочется назвать – это межрегиональный форум «Пересвет» Приволжского федерального округа для руководителей молодежных отделов разных епархий в рамках Приволжского округа, а это порядка 45 епархий. И этот конкурс был высоко оценен и митрополитом Саранским Зиновием, и был оценен представителями, руководителями молодежных отделов разных епархий, потому что так или иначе ребята из разных молодежных движений тоже присылали работы на этот конкурс. И еще одна площадка, на которой мне удалось рассказать о Волжском благовести – это молодежная секция Всемирного народного русского собора в Москве, которая проходила в октябре прошлого года, тоже получила достаточно теплую оценку эта презентация, и конкурсом заинтересовались. Поэтому мы будем надеяться, что количество участников год от года будет только расширяться, будет только увеличиваться, а качество и количество работ будет становиться больше и лучше. Если говорить о дальнейших планах по поводу конкурса «Волжский благовест», мне кажется, было бы интересно по прошествии какого-то времени, может быть, даже издать сборник по поводу лучших работ этого конкурса. Но пока еще таких работ, я думаю, маловато. Если еще года два конкурс будет проходить, то уже по итогам пятилетия такой сборник, возможно, будет издать, включить туда лучшие работы по всем номинациям. И этот сборник будет немножечко, может, даже в чем-то похож на сборник «Образ слова», который был издан по итогам литературного конкурса «Первая роса», который известен, и многие молодые авторы принимали в нем участие. Проведение самого конкурса тоже будет проходить теперь уже, наверное, на Светлой Седмице. Не в день православной книги мы будем подводить итоги, а несколько позже. И, может быть, по-своему это тоже хорошо, поскольку вот этот вот фестиваль, который молодых хоровых коллективов, который проходил в этом году, его можно будет проводить, в принципе, тоже каждый год, раз от раза. И мы надеемся, что участники, которые были и в предыдущие годы, также будут принимать участие в конкурсе, и новые участники тоже будут присоединяться к участию. Дело в том, что мы еще стараемся сделать так, чтобы никто не ушел обиженным. Когда проходит подведение итогов, стараемся какую-то минимальную раздатку, небольшую литературу в качестве подарков тоже дать каждому, чтобы люди таким образом поощрялись у нас, и чтобы у людей сохранялся интерес к участию и в последующие годы тоже. Помимо издания сборников и проведения самого непосредственного конкурса, мы также планируем, может быть, расширение каких-то номинаций, добавление новых или усовершенствование вот той четвертой номинации, о которой я говорил, она будет на разные тематики, и, может быть, мы опять вернемся к рассмотрению авторской песни. Ну, в общем, здесь мы уже будем смотреть, как это будет происходить в дальнейшем. Хочется также сказать, что в этом году, как и каждый год, проходит большое тоже церковное событие. Это межрегиональные рождественские чтения. Сейчас я, наверное, переврал статус, у них он даже выше межрегионального. Международные рождественские образовательные чтения, да, если быть точным. И в этом году вот уже определена недавно собравшимся священным синодом тема, она звучит следующим образом. «Православие и культура. Потери и приобретение минувшего. Образ будущего». То есть тема такая достаточно обширная, и мне кажется, что вот конкурс «Волжский благовест» как раз-таки тоже очень хорошо вписывается в эту тематику, в эту повестку дня, потому что в последнее время особенно мы видим, что необходимо сохранение русской культуры, в то время как говорят об ее отмене. И, конечно же, молодые авторы здесь поспособствуют сохранению этой культуры через великое русское слово. Хочется сказать, что цели и задачи конкурса, они, наверное, как раз-таки и совпадают с этим моментом сохранения русского слова, сохранения русской культуры, русской речи. И мы должны так или иначе, наверное, касаться наших корней, подходить ближе к теме православия, потому что это тот базис, на котором изъявилась испокон веков русская литература. И будем надеяться, что этот конкурс будет в дальнейшем этому способствовать. Мне хотелось бы пожелать дальнейшим будущим потенциальным участникам ничего не бояться, ничего не стесняться, находить в себе силы, принимать участие, если вы не победили. В этом ничего страшного как бы не случилось, потому что у нас бывали случаи, когда человек раз не побеждал в конкурсе, два не побеждал в конкурсе, потом он занимал, может быть, третье место, а потом он добирался до первого. Здесь как бы это такая история, что бояться и стесняться не нужно, нужно заявлять о себе. В течение года вот еще есть время, чтобы подготовить и хорошую поэзию, и хорошую прозу, и наснимать хороших красивых фотографий, и сделать к ним красивые описания. И я думаю, что подготовиться уже к следующему Волжскому благовеству в течение года вполне будет можно, и мы с удовольствием рассмотрим, примем вашу работу. Также ждем всех в стенах литературного клуба «Логос». Если кому-то интересно движение «Симбирская православная молодежь», тоже можно зайти в одноименную группу ВКонтакте, посмотреть, и информация о конкурсе «Волжский благовест» тоже там, кстати, появляется. У конкурса очень хорошая информационная поддержка в том плане, что мы публикуемся и на сайте «Симбирской митрополии», и на ресурсах Ульяновской областной библиотеки, и даже есть возможность опубликовать информацию о конкурсе в Москве на сайте Синодального отдела по делам молодежи и в соответствующих социальных сетях. Ну вот, в плане пожеланий, в принципе, у меня все. Мне бы хотелось еще передать слово Наташе. Наташа, я думаю, тоже как участница этого конкурса, что-то может пожелать другим потенциальным участникам. Я хочу пожелать вам веру в себя, ведь в каждом из нас Господь вложил зернышко творчества, и нам только решать, развивать его или нет. Вы можете начать с совершенно любого творчества и заняться любым совершенным делом. Например, фотоискусство можно начать так. Необходимо заметить красивый кадр своими глазами и просто сделать снимок, неважно, на телефон, фотоаппарат. И мне бы хотелось закончить цитаты известного фотографа Аарона Сусмана. «Фотография – это способ чувствовать, прикасаться, любить. То, что вы поймали на пленку, фиксируется навсегда. Она помнит мелочи долгое время после того, как вы все забыли». Замечательные слова, Наташа. Спасибо тебе большое еще раз за участие в конкурсе и за такое напутственное слово. А мне бы хотелось еще прочесть завершение стихотворения, которое, мне кажется, очень хорошо подходит под тематику Волжского благовеста. Оно было написано во время, или, может быть, даже так будет правильно, под впечатлением от служб, которые проходят в Спасо-Безнесенском соборе, прогулок в сквере рядом с ним. И оно называется «Небо над собором». Небо над собором я не видел выше. Небо над собором я не видел чище. Небо над собором унесет тревоги, Станет неукором, но надеждой многим. Тем, кто заблудился в круговерте жизни, Тем, кто изменился, поменяв ход мысли. Небо над собором в воздухе морозном. То ласкает взоры, то вдруг станет грозным. Что ему мы скажем, что из дел представим? На душе слой сажи, до сердца и стали. Скажем, что видали? Небо над собором. Нет зато медали, но и нет позора. Вот кресты взметнулись, Устремились в небо, Господи Иисусе, Дашь на завтра хлеба. Думали о многом, но не забывая. Небо над собором, как предвестие рая. Большое спасибо. Хочется верить, хочется надеяться на то, что в дальнейшем конкурс «Волжский благовест» будет продолжаться. И ждем с нетерпением интересных, качественных работ во всех номинациях. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»